В конце июля небольшой городок Тутаев Становится в буквальном смысле Центром паломнической жизни Для многих и многих верующих С раннего утра в эти места тянется Целая вереница легковых автомобилей и автобусов Православные верующие Едут с надеждой прикоснуться К знаменитой чудотворной иконе Получить от нее благодать Обрести, наконец, покой в душе На этот крестный ход люди приехали В буквальном смысле со всей страны Мы видели машины из Москвы, Петербурга, Казани Южных городов Настоящий центр православного паломничества Очередь к иконе видна уже на подходе К Воскресенскому собору Чтобы приложиться к Спасителю Дотронуться до него Нужно простоять не меньше получаса Кто-то просто целует икону И тут же пролезает под ней На коленях, так заведено Такова традиция Другие стоят наклонившись долгие минуты Значит, есть о чем поразмышлять Попросить, вспомнить заповеди Обратиться к совести Долготерпение, смирение, кротость Здесь об этом думает каждый А еще просто приблизить себя к Спасителю Показать желание всей душой быть рядом Лица верующих наполнены какой-то торжественной серьезностью Все правильно, так и должно быть Ведь в эти минуты, пока стоишь в очереди Нужно о столь многом подумать Вспомнить свои поступки, ошибки Покаяться и попросить прощения Тут же недалеко от входа в храм уже другая очередь За освещенной водой В теплую погоду Во время долгого, многокилометрового крестного хода Она будет, как нельзя кстати Церковь Воскресения Христова Не может вместить всех желающих Даже просто войти за порог храма Уже сродни подвигу Сколько раз за этот день Люди осенят себя крестным знамением Даже трудно представить Здесь молятся все От мала до велика Соединение веры и причасти Всегда к Духу испросившим Сами себе и друг друга И весь живот наш крестом Богу предадим У меня все родственники Веры, священники и ромонахи Брат и ромонах Вот идет мой родственник Отец Сергий Я к нему приехал Это муж моей сестры Как вы считаете, что дает вера человеку? Силу Какую? Во-первых, духовно Это во-первых Много можно рассказать Вера дает все человеку Что прежде всего поражает Людей, приехавших сюда издалека? Как вы думаете? Поражает Чувство праздника Сегодня воскресенье праздник И праздник то, что Крестный ход Праздник собрались Люди много Приезжих О чем вы молились сегодня, если не секрет? О здоровье своей семьи Матери, брата Своей семьи Воскресенский собор Небольшого городка Тутаев Ярославской области Одна из жемчужин Православного зодчества России Великолепие архитектуры И убранство храма поражают Удивительная красота царит внутри храма На стенах Прекрасно сохранившиеся И яркие фрески Где изображены Самые главные события Христианской жизни Из подсводов собора На вас внимательным взглядом Смотрят святые И как будто Стараются одарить своим теплом Каждого, кто пришел в храм И пропадает скорбь Уходят куда-то далеко тревоги Лица даже самых хмурых людей Становятся светлее Откуда вы сами? Что вас привело сюда? Мы из города Рыбинска Мы ходим уже второй раз на крестный ход Укрепляем свою веру И всем желаем Укрепление веры В любви ближнего Это самое главное Любить ближнего Ну, крестных Прививать детям веру С детства Насколько важно вообще К детям прививать веру? Почему это важно? Как вы думаете? Это очень важно С детства Вот мы С детства нам никто ничего не прививал Мы уже взрослые Крестились И хотим, чтобы наши дети С детства Это мой внук Внучатый племянник Из-за чего с детства Люди веровали с детства Потому что Когда человек верует Он ближе к Богу Ближе Лучше к людям относится Это самое главное Отношение людей Чтобы люди любили друг друга В этом же храме Постоянно служил И будущий патриарх Тихон Когда он Был еще архиепископом Ярославским и Ростовским С Воскресенским собором Связаны имена Нескольких новомучеников И исповедников российских Тутаевская икона Всемилостивого Спаса Написана в 1-3-14 века Дионисием Глушенским Почти 600 лет назад От времени Изображение потемнело Но по-прежнему четкое А лик Христа Читается легко И на солнце И в полутемных Храмовых помещениях Икона написана Для деревянной церкви Князей Бориса и Глеба Она прославилась Множеством чудес По этой причине С нее неоднократно Делали списки Один из них Созданный в Романове Ныне находится В музее имени Андрея Рублева Незадолго до начала Крестного хода Вот у этой Большой иконы Спасителя Выстроилась Огромная очередь верующих Каждый хочет Приложиться к святениям Тем временем В Воскресенском соборе Продолжаются богослужения Самая, пожалуй, Торжественная часть литургии Сотни человек Все вместе поют Отче наш Наиболее близкая Ко всеобщему единению Минута Каждый из нас пришел в свое время Каждый из нас пришел в свое время Но время прошло И мы могли измениться Из неразумных и глупых и темных и непросвещенных людей Встретившись с Богом Обрести истину и свет веры А могли наоборот Имея искреннее первое чувство Жажды Бога Отсуетиться Опуститься До житейских забот И следовать за Христом Уже только по привычке Или в толпе Потому что Мои друзья и близкие Так же делают Ныне мы готовимся Следовать за Спасителем Зададимся вопросом Сейчас мы здесь Зачем? И если ответ От нас будет Не такой искренний Что от всего сердца Действительно Жаждым Царствия Его Чтобы оно вошло в нашу жизнь Чтобы мы стали Достойными наследниками Этого Царства То осталось еще немного Время Изменить свои мысли Изменить свое сердце Покаяться и воодушевиться Помня о том Что мы выходим Не на демонстрацию Мы выходим Не на туризм И путешествия Мы идем Чтобы засвидетельствовать Свою веру Но эту веру Должна потом Свидетельствовать И в своей жизни С обидящими Примириться С теми Кого нуждаются В нашей помощи Не забыть ее Оказать И самое главное Посвятить свою жизнь Богу Чтобы каждую Как мы поем Каждый раз На Палеилее Всякое дыхание Молитва Перед началом крестного хода Так положено Должна помочь И конечно же Поможет Пройти весь маршрут А пока священники Читают молитвы Мужчины решают Кто достоин Сделать первые шаги Крестного хода С иконой Последние слова Последние слова молитвы Отзвучали И вот минута Которую ждали Целый год Участники крестного хода Подняли икону Небольшая пауза В путь Первые препятствия Узкие ворота Преодолели с успехом Впереди Несколько часов Крестного хода И долгие километры пути Как пойдем Давайте Все С праздником вам всем С праздником Эта икона спасителя Одна из самых больших Когда-либо выносимых Из храма для крестного хода Шутка ли Чтобы ее поднять Требуется помощь Нескольких десятков Крепких мужчин Икону Которая поражает Всех Кто видит ее Впервые Своими размерами Три на четыре метра Носят на специальном Железном станке Поднимают ее Почти 30 мужчин Пройти хотя бы Несколько метров Поддерживая икону Большая честь И настоящий праздник Для каждого православного Кому довелось помочь Нести икону спасителя Рассказывают Испытали огромный Душевный подъем Тяжести не чувствовали И было ощущение Чувства полета Впрочем Путь крестного хода Настолько велик Что среди тех Кто помогал Нести икону Всемилостивого спаса Успели побывать Сотни жителей Тутаева И гостей И гостей этого Необыкновенного праздника Мы рады Мы рады Что у нас он есть И знаем Что приезжает Из разных областей Городов И мы рады Спасение Спасение души России тоже Правильная вера Православная Правильная вера Очищаюсь Чище становлюсь Какие-то решаю Свои внутренние проблемы В каждом человеке Это есть что-то внутри Наверное из-за этого Я иду Потому что Чувствую Что внутри меня есть Господь Бог Который ведет меня сюда И хожу каждый год Только здесь Хожу Здесь Загоритель Конечно Спасителем Да Что у нас такая икона Да Я думаю Что она одна Наверное Такой больше нет Нигде По мнению историков Городок Романов Был основан В конце еще далекого 13 века Благоверным Углическим князем Романом Владимировичем Отсюда собственно И название Спустя 200 лет После основания Романова В 15 веке На противоположном берегу Появилась Борисоглебская Рыбацкая слобода Носившая имя Первых русских святых Мучеников Страснотерпцев Бориса И Глеба Расположение Тутаева Необычно Город разделен На две части Волгою Таким образом Путешественник Кроме пешей прогулки Вынужден совершить Еще и водную На местном пароме До ближайшего моста Через реку Не один километр В память об истории Города Левобережная часть Носит название Романовской стороны А правобережная Борисоглебской Переправа через Волгу На левый берег Здесь Самая большая река В Европе Совсем узкая Местный паром Переполнен Епископ Рыбинский И углический Вениамин Смотрят Чтобы молитва Не прекращалась Несколько рейсов Вне расписания Подъем в гору И вот Первый храм Христовоздвиженский Кажется Что людей стало Еще больше ПЕСНЯ ПЕСНЯ Храмы Тутаевы Как и тысячи других В нашей стране Пострадали в годы гонений На церковь Советская власть Не боялась уничтожать Святыни Но церковь выстояла И на место разрушений И осквернений Вернулась православная жизнь Вот и здесь В Тутаеве Продолжаются работы По восстановлению храма Пусть и не быстрыми темпами Все на пожертвования горожан Но главное Вдохнуть свежий воздух Веры Под своды куполов А там уже И до первых богослужений Недалеко Городское кладбище Здесь похоронен Архимандрит Павел Груздев Один из самых Почитаемых старцев Ярославской епархии Все жители Тутаева Его знают и помнят За духовное окормление И твердое стояние В вере православной В годы богоборчества Священники читают От могилы молитвы Очередь Поклониться этому Святому для местных Жителей месту Растянулась на сотни метров Люди вспоминают Отец Павел Был удивительным Замечательным человеком Старческая высота Запросто сочеталась в нем С обычными человеческими качествами К нему приходили за помощью И никто не получал отказ Все советы Которые он давал Были не то что полезны А спасительны Он глубоко понимал жизнь Молитвенный труд Знания духовных основ Он был своего рода художником Если можно так сказать Художником духовной жизни После кладбища Дорога крестного хода Лежала к дому отца Павла Еще раз отдать дань памяти Человеку Без которого Трудно представить Православную историю Тутаева Вот и здесь жил Отец Павел здесь жил Отсюда его Забрали В лагерь Там ссылку Потом он когда приехал сюда Вот здесь он Работал Ходил на службу В Леонтьевский храм Вот Вы уже посещали А? Уже посещали его Кого? Леонтьевский храм Да Второй был Леонтьевский храм Не был закрыт тогда До 30-го года После 30-го года Два храма все были Оставались здесь Вот И а уже Леонтьевский Покровский Да Леонтьевский Покровский Да В 61-м Леонтьевский тоже закрыли Вот Ну Отец Павел Когда его руку положили Он уехал Сначала села Борзо Потом Никульское Вот Но здесь оставались Брат С женой С детьми Вот он Каждый год Неоднократно сюда приезжал Привозил гостей Как он приедет Всегда Полный дом Весело Радостно Бодрый всегда Около старинной Троицкой церкви Тишина Которая вскоре Должна нарушиться Звуками молитвы И мелодичным Перезвоном колоколов 8 7 6 5 Последние ступеньки И вот мы наконец-то поднялись На колокольню Троицкой церкви Буквально через несколько минут Вон из-за того поворота Появится процессия крестного хода Крестный ход заканчивается здесь У храма Архангела Михаила По традиции Для всех его участников Накрыты столы Это фактически Кульминация Большого православного праздника С поздравлениями И пожеланиями Церковь Михаила Архангела Последний пункт Этого большого Длинного Многочасового Крестного хода На столах Все готово К торжественному приему Здесь у нас Суп Пирожки Вот салаты я вижу В общем все Что необходимо Для того чтобы подкрепиться После длинного пути По словам Епископа Рыбинского И углического Вениамина Город по-настоящему Живет верой А многочисленные паломники Делают крестный ход Праздником общероссийским Местные церкви Восстанавливаются Даже несмотря на Финансовые трудности Здесь молятся за город За свои семьи И за страну Сегодня мы совершаем Большой крестный ход Он был установлен К 900-летию Крещения Руси В советское время Был прекращен Ну вот с 1990-го года Более 20 лет Мы стараемся Идти этим крестным ходом Этим же путем Посещая храмы Города Романово И я думаю Что это молитва Общая соборная молитва Которая так необходима нам Потому что Кроме того что Верующие Участвуют в этом И не только Своим словом Своим пением Устами Сердцем Но и своим телом Как бы Совершая такой труд Все-таки Это немалое количество Километров Немалое количество пути Но и наверное Для всех кто живет Здесь Кто видит Кто Обращается Прикладывается К иконе Молится Наверное для них Это тоже Благословение Божие Поэтому мы надеемся Что через этот крестный ход Господь Пошлет Этой земле Нашей Городу нашему Тем людям Которые здесь Свое благословение И помощь Я могу сказать И сам засвидетельствую Что И уже В последнее время Люди Из далеких мест Приезжают Обращаются К спасителю Молятся И получают исцеление Помощь В разных болезнях Разных Трудных обстоятельств Получают Поэтому она Чтима Чудотворна И поэтому К ней Не только Вот В такие большие Праздничные дни Но и Постоянно К ней Приезжают Вы удовлетворены Тем Как развивается Духовная жизнь Вообще Вот здесь В городе И в округе Я не могу Быть удовлетворен Потому что Когда Все Будут Прославлять Имя Божие Тогда Конечно Мы должны Спокоиться Но Слава Богу Что Есть люди Которые Идут за Христом Те Которые Стараются Жить По заповедям Но конечно Еще Рядом с нами Много тех Которые Может быть По каким-то Другим Обстоятельствам Может быть Даже Из-за того Что Церковные Люди Не могут Ну Своей Жизни Своим Примером Показать Что Мы Поистине Христиане Мы Христовы Может быть Очень много Соблазнов В сегодняшнем Мире И в средствах Массы информации Поэтому Я думаю Что Крестные Хода Церковь Алтарь Это линия Своего рода Некая линия Фронта Это борьба Все равно Идет за души Человеческие Думаю Что Наверное Вот Я Вспомнил бы Сегодняшние Евангелия Когда Господь Насытил Пять тысяч Пятью хлебами То Сегодня Конечно Ситуация Земле На земле Нашей Стране Нашей Не очень Благоприятная Да И Нет того Производства И кризис И там И другом Слава Богу Есть Скажем так В каких-то местах И Люди Заняты Трудом И Вот Восстанавливаются Храмы Но В общем масштабе Все-таки Ну Такой Оптимизма Большого Нет Так вот Хочется Чтобы Мы все-таки Самое главное Веру Сохранили А если Веру Сохраним И будем Следовать Заповедям Христовым Жить по Евангелию То Господь И вот Невзирая На те Трудности Немощи Наши Да И уже То что Мы может быть Потеряли Вот на нашей Земле Господь все-таки Сохранит Поможет И укрепит Нас И выведет Нашу страну И Наш народ Все-таки На Такое Ну Служение На Жизнь Достойную Скажем так Воскресенский Собор Кажется Он парит Над Волгой Через Несколько Часов Образ Всемилостивого Спаса Вернется На свое Место Чтобы Продолжить Творить Чудеса Вселять Надежду И Веру В сердца Окрестный Ход Он вновь Пойдет По улицам Города В следующем Году И кто Знает Насколько Сотен Или даже Тысяч Человек Увеличится Число Верующих Которые Решат Приехать В небольшой Городок Тутаев Чтобы Хотя бы На несколько Мгновений Прикоснуться К образу Спасителя Редактор субтитров